В Екатеринбурге задержан цыган-автоперекупщик, предположительно регулярно доставлявший из Перми оптовые партии героина. В фонд «Город без наркотиков» поступила информация о некоем 24-летнем Ефиме, работающем на интернет-магазин наркотиков, привозящем героин из Перми. Передав оперативную информацию полицейским из управления наркоконтроля, волонтеры вместе с ними выехали на московский тракт, где ими была остановлена машина, на которой передвигался подозреваемый. Ты работаешь где-то, трудоустроен? Перекуп. Официально нигде не работаешь? Отсоциально не. Заработок твой месячный сколько? По-разному. Ну, примерно. Бывает 100, бывает 50. Как стреляется. Статья 51 Конституции Российской Федерации тебе известна? Что нет. Что ты не обязан следить за это против самого себя и своих близких родственников. Тебе она понятна? Да. Разъяснена? Теперь да. От 6 декабря 2018 года ты будешь задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств на территории Свердловской области. Что ты можешь починить по этому поводу? Какая-то школа зашла. А? С кем-то перепутали, наверное. Отношение какое-то к незаконному обороту наркотиков имеешь? Нет. Эфим приехал из Перми на машине, купленной им для перепродажи. Но в ответ на требования полицейских выйти, закрылся в салоне и попытался разбить принадлежащему смартфон. Тогда оперативники разбили стекло машины. Сидеть чем закрыли? Ну, испугались, что подъехала перед нами машина. Вышли люди в вольной форме. Пробежали к нашему машину, испугались, закрыли кнопки. И как бы решили тем самым себя как-то уберечь? Ну, потом, когда окна разбились, тут же двери открылись. А сами не открывали? Не пробовали открывать? Когда вас разбивали, мы подняли кнопки и открыли. Так, при вас что-то было? Техника какая-то? Техника это как? Это сотовый телефон. Да, телефон. Что сделал ты с телефоном? Сломал. Сломал. Почему сломал? Потому что там личная переписка. Личная переписка имелась. А телефон какой марки? Фон Р-9. Из переписки в телефоне задержанного полицейские узнали. Адрес его подельника. Некоего 23-летнего Дмитрия, живущего в частном доме на улице Самолетной в Екатеринбурге. Тот запираться не стал и рассказал о своей роли в сбытии героина. Отношение к незаконному обороту имеешь? Да. Какое? Как понять? Ну, чем ты занимаешься? Героином. Ты что, его продаешь или что? Нет, просто храню. Ты просто хранишь его? Да. А где хранишь? Вот, в шкафу. В шкафу. Все, что будет обнаружено в шкафу, кому принадлежит? Мне. Только тебе? Или тебе его, ну, вот кто-то дал? Дали. Кто дал? Товарищ. Фамилия, имя товарища? Ефим. Не знаю. Отец. Какая народность у него? Цыган. Дмитрий рассказал, что героин, хранящийся у него в шкафу, принадлежит Ефиму. Он же, Ефим, указывал, когда и куда тому следует привозить наркотики. Твоя роль какая была? Отвезти. Что? Героин. Куда? Покупателю. Постоянному клиенту его. То есть у тебя есть постоянный клиент? Да. Который приобретает наркотические средства? Да. Сколько он приобретает? 20 грамм в день. Деньги потом ты как передаешь? Через Бирбанк онлайн. На карту ему переводишь? Свой процент у тебя какой с этого? Тысяча рублей в день. Вот в этой черной коробке, правильно я понимаю? Там что находится? Сахар с героином. В шкафу у Дмитрия были обнаружены 7 свертков с героином, общей массой 124,7 грамма. Еще что-то есть у тебя здесь? Вон чат. Где? Вот прямо лежат тоже. Вот эти, да? Ну я не знаю, никто работает у меня. Ну ты взвешивал что-то? На них. На них взвешивал что-то? Да. Но героин взвешивал на них? А это, скажи. А вот тут характерные следы, видны от героина. Там это, ложка полимерная какая-то? Нет. А чем ты накладывал? Пальцами. При себе что-то еще имеется у тебя в карманах запрещенное? Да. Что имеется? Героин. Где? Футриков в кармане. Сколько там примерно? 5 грамм. Это ты взял для какой цели? Ну, чтобы не ездить туда-сюда, вдруг позвоню. Ну, для сбыта, правильно я понимаю? Для сбыта. По факту задержания двух человек начато расследованием.